всем привет сейчас будем стричь очень короткую женскую стрижку есть у нас вот такая вот красотуля с такой короткой стрижкой вот челки у нас практически нет совсем это уже очень убросшая стрижка стри была выполнена примерно месяц может больше назад вот у нас есть окрашивание она была сделана две недели назад девушка сама себя красит и у нас немножко отросли корни мы уже пробовали как стричь с отросшими корнями и получается очень красиво красота в том что при состригании очень коротко у нас будет переход от светлых к темным еще помимо того что там груду и робко тушевка и и так далее так что сейчас мы будем стричь по принципу практически мужской стрижки форма будет у нас круглая соответственно и стрижка как я уже сказал очень короткая что начнем с виска и посмотрим что у нас получится на выходе в данном случае я буду смотреть именно на просвет как у нас появится темный волос значит это наша достаточная длина оптимальная в данный момент у нас составляет длина примерно 4 миллиметра то что обух у расчески 4 миллиметра соответственно у нас длина не может быть короче чем толщина расчески сразу стараюсь сделать линию перехода от светлого к темному сейчас с левой стороны идем навстречу правой стороне повторяем максимально чтобы было у нас идентично это как раз у нас работа для фаидистов нужно сделать симметричный просвет и чтоб не завалить форму еще к тому же при всей нашей максимально короткой стрижки не песики маленькие оставляем все-таки у нас девочка если мы затылок стригли очень коротко но песики немножко оставим принципе всю стрижку можно подстричь на сухую при стрижке теменной зоны мы берем нашу правую сторону и отчесываем перпендикулярно блоку и состригаем задавая круглую форму можно стричь от центрального горизонтального пробора можно стричь вот челки тут особо не имеет значения то есть нам надо чтобы у нас получился шарик сразу же мы сводим височно-боковую зону тут же переходим вертикальные приборы сводим височно-боковую зону с теменной зоной стригу пока до центрального горизонтального пробора затем с левой стороны с левой стороны мы делаем то же самое оттягиваем наш блок перпендикулярно голове простригаем стригу на сухую и еще крупным зубом для того чтобы у меня максимально не было натяжения чтобы волос был уже как бы слегка филированный такой вот и срезаем получившийся наш треугольник немножечко за зализываем грань и у нас получится при очесывании то есть у нас пошел такой вот шарик по голове или как по-другому еще сказать теменная зона у нас подстрижена очень крутую линзу и точно так же мы сводим теперь левую сторону степенную за левую височную сторону с теменной зоной срезаем уголочек чтобы у нас хождение зон было очень 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 мягкая и по затылку все то же самое практически то есть у нас есть затылок затылок поднимаем вверх вертикально тоже немножечко срезаем наш угол идем по круглой форме стрижка у нас держаться кроме челки в техники прядь за прядь и тушевка тушевка выполнена машинкой через расческу для любителей насадок можете стричь насадками как хотите дело выбора за вами так и челка челка у нас режется по контуру поскольку мадемуазель наша сама осветляется у него волосы благополучно отваливаются при осветлении и у нас на наши торчки буквально по линии подровнять если у вас волос хороший у модели и вы хотите сделать там ультра короткую челку то то же самое как в правилах стрижки челки волосы зачесываете противоположную сторону выбираете угол какой вам нужен и в технике прядь на прядь вы простригаете челку когда у вас ляжет обратно она будет лежать ровной хорошей линией я уже прям по голове прочесываю опять же почему я допустим стригу на сухую посолился были вымыты и высушены по форме феном без укладочных средств то есть вот как они лежат как они не забываем работать зеркалом потому что зеркало это наш непосредственный помощник и видим если где-то на что-то не устраивает но это подравниваем тоже правило симметрия обязательно вот я сейчас тригу на камеру и поэтому максимально стараюсь извернуться для того чтобы было хорошо видно самой стрижки но как вы заметили я левую сторону стриг меня было с внутренней стороны ладони вот как вот сейчас вот правую сторону стриг с наружной стороны ладони то есть это немножко неправильно потому что вы можете промахнуться с углом то есть когда вы стрижете у вас пальцы наклонены в одну сторону а с наружной стороны ладони то вы все голову стрижете с наружной стороны ладони что когда вы стрижете с внутренней стороны ладони то у вас угол наклона может поменяться то есть видите какой вот сейчас вот угол наклона да и как угол наклона когда я держал пальцы вниз то есть вот вот этого разница поэтому если вы начали стричь то всю стрижку так и стрижете с внутренней стороны ладони уже довожу форму ножницами на расческе уже выравниваю все делаю тушевочку чтобы мне именно задать форму чтобы наши вертикали были все красивые я простридаю смотрю в зеркало чтобы никаких углов ничего не торчало и прохожу заново заодно также не забываем про наш просвет чтобы линия арочки улыбки радуги как угодно назовите была максимально ровная тут мне подписчица написала по поводу филировки что некоторые школы которых она там где-то дистанционно учится онлайн говорят что допустим филировка филировочными ножницами это прошлый век это отстой я с ней крайне не согласен каждый для каждого инструмента есть свое применение где-то нам нужно филировочные ножницы где-то нам нужно бритва и допустим сухие волосы мы можем филировать только филировочными ножницами опять же мы не можем по ним пройтись бритвой испортите волос и клиенту будет больно также слайсинг допустим не можете сделать опять же да вот филировками можем подлезти под корень под самый сделать прикорневую филировку но если вы умеете как это делать если у вас есть понимание хорошо можно попортить также и бритвой можно испортить но слайсинг и бритвы это и только на мокрые волосы по кинг у нас филировка идет по концам по концам филировка нам где-то не всегда нужно опять же чтобы на стрижка лежала хорошо в теменной зоне допустим данном нашей подвижной части нам нужно такая вот прям хорошая ты такой хороший текстурирование и порой без филировочных ножниц не обойтись буквально недавно макс горзовых снял видео по поводу эмилирования да что это хорошая техника что применяем без эмилирования вы не сможете сделать тот же артач к примеру да если у вас определенный тип волос без техники без это если вы не будете и владеть но кто-то считает что эмилирование это прошлый век это отстой то есть это тоже не есть правильно правильно макс сказал и по поводу филировки филировочными ножницами то же самое если вы говорите что это прошлый век то вы просто не умеете это делать как есть такая злая шутка по поводу я кошек не люблю да ты их просто готовить не умеешь это как раз из этой же серии и так вот в камеру сейчас видим наш красивый подъем заваленный немножко с двух сторон одинаковый по просвету на камеру не очень понятно но живую он прям смотрится очень хорошо сейчас приступаем к филировке опять же филировку я буду делать филировочными ножницами как мы ее делаем сейчас специально на камеру разверну то есть я ножницы вставляю прямо в голову вот это представляем что это кулак это моя это голова клиента да вот мы ставим ножницы чтобы они касались головы подъем нас примерно градусов 30-45 от головы и мы идем по голове один слой второй слой 3 там ряды и по рядкам вот так вот идем потихонечку это нам придаст хорошую мягкость хорошую текстуру волос будет еще лучше лежать вот опять же для тех кто говорит что филировка это прошлый век филировочными ножницами пожалуйста скажите как это можно сделать по другому именно на сухие волосы мне будет очень любопытно оставляйте ваши комментарии почитаю с удовольствием как вы знаете отвечаю я на все комментарии встретимся уже внизу тем самым я уже практически закончил стрижку опять же как вы не можете сделать поединга вот прямо по кончикам волос но по кончикам волос вы с таким же успехом можете пройтись филировочными ножницами этим самым вы разобьете линию перехода сделайте ее более плавную именно по просвету градиента где у нас идет переход от темного к светлому сам градиент вы разобьете и произойдите тоже мягкость если у вас остались какие-то лесенки не лесенки там бор борозда от насадки это тоже у вас хорошо разобьется все таки девочка должна выглядеть мягко это мужских стрижках мы можем обойтись нет и без филировки женских лучше ее использовать именно вот самую такую вот миллиметровую по самым по самым по самым по самым кончиком вот прорабатываю линию нашего градиента самого наша модель была просто вах и вы не забывайте что ваши клиенты это ваша сарафан на радио и ваша визитная карточка когда выходит клиент на улицу и подходят незнакомые люди спрашивают вау а кто у вас три мы тоже хотим первых это и для клиентов приятно и и вам соответственно почетно если с улицы будут приходить игры что мы там встретили девушку у которой была стрижка какую я всю жизнь хотела так что у вас каждая стрижка должна быть как экзамен есть такое мнение по поводу потоковых парикмахерских нужны стоит ли там работать мастером могу сказать что да там с уверенностью да если будет эта тема интересна то пожалуйста маякните как-нибудь и я прям отдельное видео на эту тему сниму прорабатываем наши височки и так стрижку мы проработали височки сделали одинаковые сейчас можно немножко ее чуть-чуть помять я укладок не люблю мои клиенты это знают я люблю когда немножко бардак на голове то есть берем что-то текстурной пасты какой-то крем-воз помаду и не имеет значения то что вам больше нравится либо глина жмякаем чтобы у нас такой вот легкий бардачок короткую челку я наоборот акцентирую что она у нас стояла и на этом наша стрижка готова сейчас я вам ее от проверну медленно 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 вот так вот мы выглядим так наша модель выглядит в целом так что всем привет до скорых встреч